Белорусское полесье – край живописный и самобытный. Он славится не только своей первозданной природой, но и богатым историческим и культурным наследием. В любое время года здесь есть, что показать и чем удивить как белорусских туристов, так и зарубежных гостей. Развитие отечественного туризма – приоритетное направление государственной политики нашей страны. Именно поэтому вопросами увеличения потока туристов в Гомельскую область и обеспечения им здесь комфортного пребывания в тесном сотрудничестве занимаются представители областных, городских и районных органов власти. Одним из наиболее показательных в этой работе среди районов является Мозырский. Сегодня здесь успешно работают сразу 9 агроусадеб, которые готовы предложить своим гостям широкий перечень самых разнообразных туруслуг. Основными типами услуг являются размещение, питание, проведение свободного времени на воздухе, с детьми отдых. И, конечно же, знакомство с белорусским полесьем, с красивыми уголками Мозырского нашего края, с историческими моментами. Агроусадеба Бобринята – одна из наиболее крупных в Мозырском районе. Некогда невостребованное здание сейчас превращено в многопрофильный комплекс, где к услугам туристам уютные домики с современными номерами летней беседки, мангалы и баня. Банкетный зал, рассчитанный на 70 человек, позволяет проводить здесь различные массовые торжества. Еще столько же гостей можно разместить на уютно оформленных крытых верандах. Заядлым рыболовам хозяева Агроусадьбы готовы предложить летнюю и зимнюю рыбалку. А для тех, кто любит путешествовать, предусмотрен целый ряд интересных экскурсионных маршрутов. Это рыбалка на рыбацкой лодке, это прогулки на катере специальном прогулочном. Также есть услуги катания на квадроцикле, по горкам, по лесам, по болотам, на уазике. Агроусадьба Бобринята, как это часто бывает, дело семейное. В своих владениях семья Критских принимает гостей вот уже шестой год подряд. Поддержание чистоты и уюта в этих собственноручно обустроенных и с душой оформленных объектах агроэкотуризма является непростой ежедневной работой. А поэтому в семье есть место преемственности трудовых традиций. Работа на данной садьбе большой труд, но только совместно с семьей можно преодолеть все трудности, справиться со всеми делами. Уход за территорией требует огромных усилий. Продумывание, содержание клумб, озера, поддержание чистоты и порядка тоже требует усилий. Природа Мозорщины и ее уникальный ландшафт привлекают в эти края немало посетителей во все времена года. К примеру, в зимний период очень востребованным является горнолыжный комплекс. Он предлагает своим гостям катание на сноубордах, горных лыжах и тюбинговых трассах. Зимой здесь отдыхает достаточно много туристов из России и Украины. Их привлекает близкое расположение курорта и демократичные цены. В летнее время тут предоставляются услуги мини-футбольной площадки, теннисных кортов, скейт-парка, катания на велосипедах и роликах. На территории горнолыжного центра также проводятся еженедельные спортивные праздники для детей, где школьники могут поучаствовать в занимательных конкурсах, викторинах и состязаниях. Предлагаются здесь им различные мероприятия от городков, шахматы, футбол, баскетбол, в принципе туристические какие-то вопросы, канаты, гиря. Ну и в принципе они довольны, я думаю. Проходит примерно по 200-250 человек. Гостей Мозорщины также готовы радушно принять кафе, рестораны, бары и клубы. К примеру, развлекательный центр «Спутник» предлагает целый комплекс услуг как для взрослых, так и для детей. Здесь есть большой комфортабельный ресторан на 120 посадочных мест, а также два уютных банкетных зала, где могут разместиться до 30 человек. К услугам посетителей развлекательного центра – боулинг, бильярд, караоке-бар и игровые аттракционы. Также здесь проводятся детские программы караоке, конкурсы и дискотеки с привлечением профессиональных аниматоров. Иностранных гостей заведение щедро порадует блюдами национальной белорусской кухни. Очень много блюд с драниками, которые очень любят, конечно же, наши гости. И когда они приходят, мы обязательно в первую очередь предоставляем именно эти блюда, и они очень довольны. У нас, во-первых, есть замечательная книга, огромное пожелание и поздравление от наших гостей, которые к нам приходят. Она заполнена практически полностью, потому что все-таки дизайн нашего помещения, а также хорошая работа, конечно же, персонала. Она всегда располагает людей к тому, чтобы они проявляли какие-то ответные шаги. Как развивать туристические услуги, принося доход своему району, жители Мозырской земли знают не понаслышке. За последние полугодия только агроусадьбы здесь посетили около 7 тысяч человек. В этой сфере, безусловно, еще не все охвачено, и, разумеется, здесь есть куда развиваться. Процент иностранных туристов, к сожалению, не достигает еще 50%. Поэтому это для нас определенная задача. Анализ этой ситуации показал, что, возможно, мы не дорабатываем еще с точки зрения рекламы. Поэтому мы идем по какому пути. Информация о агроусадьбах располагается на сайтах. По каждой агроусадьбе, допустим, у нас создан такой интересный прайс-лист. Он красочный, он привлекательный, с адресами, с электронным адресом для того, чтобы человек, побывавший на Мозырской земле, мог потом обратиться, если заинтересуется. Радушие гостеприимства – характерная черта жителей Гомельщины. Они всегда готовы встретить в своих краях гостей и оказать им подобающий прием. Этого не отнять, а вот приумножить вполне возможно. Одно из наиболее перспективных направлений сегодня – агротуризм. Для одних это отличная возможность относительно дешевого отдыха, для других – не самый сложный вид бизнеса. За прошлый год в агроусадьбах Гомельской области отдохнули порядка 27 тысяч человек. Примерно половина из них – туристы из-за рубежа. Однако местные власти уверены – этот рынок услуг имеет перспективы для расширения. С этой целью во всех районах Гомельской области проходят межведомственные экспертно-кордиационные советы по туризму. По сути, это встречи представителей государственных структур, экспортеров туруслуг, бизнесменов и всех тех, кто интересуется развитием данного направления. У жителей региона сейчас есть реальная возможность заявить о себе на рынке агротуристических услуг. Тем более, что регистрация агроусадьбы – довольно несложная процедура. Необходимо обратиться в местные исполкомы, в местные сельсоветы, написать заявление и раз в год отчитаться в налоговую инспекцию о проделанной работе. И это на самом деле позволяет сегодня человеку, в принципе, бизнес этот строить своими руками и работать на своей земле. По количеству агроусадеб в стране лидирует Витебщина. Сейчас стоит задача сделать рывок и на Гомельщине. К тому же, это позволит частично решить вопрос и с трудоустройством. Тем более, что государство сегодня оказывает значительную поддержку таким субъектам бизнеса. Принято решение активизировать информационную работу с населением, рассказывать о преимуществах этого дела и льготах, которые предлагает государство. С этой целью на встрече по перспективам развития агротуризма также приглашаются граждане, состоящие на учете в центрах занятости. Специалисты еще раз подчеркивают – открытие агроусадеб для людей, у которых есть частный дом – несложный процесс. Чтобы покрыть расходы на его подготовку к приему посетителей, можно получить помощь от государства, взять банковский кредит с низкой процентной ставкой или получить субсидию, обратившись в центр занятости. Мы выделяем субсидию. Она идет в размере 11 или 15 бюджетов прожиточного минимума в среднем на душу населения. Размер субсидии зависит от места регистрации безработных граждан. Для жителей города с городской регистрацией выделяется 11 бюджетов, для сельского населения 15 бюджетов прожиточного минимума. На сегодняшний день в недоминированных суммах это составляет 25 миллионов 491 тысяча или 2541 рубль. 11 бюджетов – это 1869 рублей и 34 копейки. Еще одно направление плановых мероприятий – повышение качества работы уже существующих агроусадеб. Причем делать это решено, объединяя усилия нескольких предприятий, чтобы предлагать туристам в одном месте целый комплекс различных услуг. Кроме осмотра достопримечательностей и неспешного отдыха на природе, можно совместить проживание в агроусадьбе с лечением в санатории. Перспективными направлениями являются промышленный, событийный и религиозный туризм. Сейчас в Гомельской области работает около 200 агроусадеб и, по мнению специалистов, нам есть куда расти. К слову, в Реческом районе места на этом бизнес-рынке осваиваются с завидным постоянством. К примеру, агроусадьба «Береговая Слобода» вот уже 4 года привлекает гостей своим самобытным белорусским колоритом. Здесь отдыхают туристы из России, Украины, Латвии, Германии, Швеции и других стран, не говоря уже о наших земляках. Гостеприимные хозяева предлагают уютные условия проживания, питания и отдыха. У иностранных гостей особым спросом пользуются блюда национальной белорусской кухни и всевозможные релаксирующие чаи, навары и настои на травах, собранных в местных лесах. Я приехал из Литвы. Да, мне с детства очень нравится. Прекрасного вас. Агроусадьба «Береговая Слобода» – это еще и своеобразный фрагмент уникальной летописи деревенской жизни. Хотелось бы, чтобы люди, приезжающие к нам из-за рубежа, они знакомились с нашей культурой, узнавали нашу Беларусь-синеку, смотрели, какая у нас культура, какие у нас традиции, какие мы гостеприимные люди. Очень хотелось бы, чтобы они понимали. Поэтому все в национальном стиле. Мы стараемся рекламировать нашу Беларусь. А совсем неподалеку расположилась не менее колоритная агроусадьба с говорящим названием «Калиласка». Погода нас встретила не совсем гостеприимно, чего нельзя сказать о хозяевах. Комфортабельные домики, большая беседка для отдыха, качели и просторная баня – все здесь создано с душой для уюта гостей. Туристические услуги агроусадьба «Калиласка» оказывает всего три года, однако за это время уже успела обзавестись постоянными клиентами, завоевав их доверие. Самыми удаленными в географическом аспекте гостями здесь были отдыхающие из Лондона. Они, как и многие другие иностранные туристы, впечатлились нашей национальной кухней и природой. Гости наши довольны и пишут в нашей книжке отзывов, они пишут, что они побывали в маленьком раю. И действительно, за нашим забором маленький рай. Душа и тело сливаются с природой. Мысли как облака, музыку заменяют птицы, шум дождя, шум ветра, поэтому здесь можно отдохнуть, расслабиться, насладиться природой, получить массу удовольствий и счастливыми уехать домой. Любителей спокойного и размеренного отдыха в Реческом районе радушно встречает агроусадьба «Березина». Она раскинулась в поистине живописном месте, откуда открываются удивительные речные пейзажи. Этот объект агроэкотуризма привлекает сюда заядлых рыболовов из разных стран мира, а также всех тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться первозданной природой белорусского полесья. Одни туристы приезжают сюда по несколько раз за год, другие – ежегодно в течение продолжительного времени. В основном это белорусы, также были гости из России, Украины, Казахстана, Молдовы и даже Арабских Эмиратов. Агроусадьба расположилась в лесном массиве, что позволяет глубоко прочувствовать единение с природой и самим собой. Возможно, людям очень нравится наша природа. Природа у нас действительно здесь очень красивая. Большой плюс еще усадьбы, что очень рядом река. Есть где покупаться людям, есть где половить рыбку. Самое интересное то, что рыбу поймал, почистил на берегу и сразу же можно сварить уху. Место для приготовления ухи на каждой территории у нас свое. То есть даже если две компании, они независимы друг от друга здесь. А главной изюминкой агроусадьбы на мира является многообразие самых разных видов цветов и растений. На территории агроусадьбы располагается питомник с большой коллекцией многолетних и хвойных растений. А еще здесь живут ручные кролики и фазаны. К услугам гостей – жилой комплекс, баня, сауна с купелью, беседки, батут, обустроенные зоны для шашлыков. В будние дни здесь чаще практикуются семейный отдых, выходные, торжества. В летнее время особо востребована большая открытая беседка вместительностью до 100 человек. В зимний период – отапливаемый банкетный зал, рассчитанный на 50 посадочных мест. Благоустроенная зеленая площадка агроусадьбы позволяет проводить здесь выездные регистрации молодоженов и является излюбленным местом релакса у иностранных гостей. Стоит отметить, несмотря на то, что практически все агроусадьбы реческого района, которые нам удалось посетить, находятся в тесном соседстве друг с другом, споров по поводу клиентов и открытой конкуренции тут никогда не возникает. В общем, все общаемся где-то, советы даже у кого-то спрашиваем больше, кто-то с чем-то сталкивался. И даже отдаем гостей, если у меня заполнено, я в Береговую Слободу позвоню, либо там в Гоголи. И в общем, девочки точно так же мы меняемся. Звонят, у вас свободно, у нас там есть, просятся туристы. Активно развивается на Гомельщине и производственный туризм. К примеру, в Житковичском районе наиболее успешным примером является Туровский молочный комбинат. Это современное высокотехнологичное предприятие по производству полутвердых и мягких сыров по итальянским технологиям. Туристические группы здесь принимают достаточно часто. Для этого предусмотрена специальная галерея, где через панорамные окна можно наблюдать за производственным процессом. Гостям Туровского молочного комбината рассказывают о предприятии, производстве сыров, знакомят их с образцами продукции. Заканчивается экскурсия посещением фирменного магазина или кафе. Промышленный туризм – это очень правильное направление, людям интересно. И когда ты можешь совместить показ производства, как это делается, предложить купить это в магазине, продегустировать и покушать в кафе, потому что, как правило, в нашем кафе очень много блюд из нашей продукции, особенно десерты, то, конечно, это привлекательно. Это имидж предприятия, это развитие нашей торговой марки и бренда, ну и большое количество людей имеет возможность насладиться нашими сырами. Еще одним популярным туристическим направлением в Житковичском районе являются паломнические поездки в Туров – один из самых древних городов Беларуси. Особый интерес гостей Турова прикован к чудодейственным крестам, растущим прямо из земли на Борисоглебском кладбище. Преклониться перед ними с молитвой и просьбой приезжают жители из самых разных уголков мира. К культурному и духовному наследию в Житковичском районе относятся с особым трепетом. Каждый год 11 мая в Турове проходит торжество по случаю Дня памяти святителя Кирилла Туровского. Сюда приезжают священнослужители из Беларуси и соседних стран, собираются тысячи паломников. В этот день здесь царит особая атмосфера душевности и умиротворения. В целом ознакомительно развлекательные маршруты, поездки и экскурсии в Гомельской области разработаны с учетом региональных особенностей каждого отдельного уголка нашего родного края. С каждым годом Белорусское полесье привлекает все большее количество туристов своей первозданной красотой, удивительными лесными пейзажами, зеркальной чистотой рек и озер. Для многих этот живописный уголок становится излюбленным местом отдыха на все последующие годы. Задача, стоящая перед специалистами сегодня, найти способ увеличить количество туристических объектов и повысить качество предлагаемых услуг, чтобы привлекать еще больше туристов в наш регион. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова